Самое долгожданное событие в жизни зимнего спорта стартовало. Олимпийские игры в Южной Корее следующие пару недель будут центром внимания всего мирового сообщества. Как известно, состав сборной России в Пхенчхане будет выглядеть очень скромно, поэтому в этот раз поддержка нашим спортсменам понадобится как никогда. И что интересно, в первых рядах такой отечественной помощи стоят именно жители Владивостока. Приморцы проявляют самый большой по стране интерес к путевкам в Корею. Видимо, потому что до Олимпиады всего полтора часа лету. Из воздушной гавани Приморья ежедневно отправляются 4-5 рейсов в Сеул, а также рейсы в Пусан еженедельно выполняются и в город Ян-Ян. То есть количество рейсов по корейскому направлению достаточно, и все желающие могут улететь. Одни болельщики объединяются в целые группы через социальные сети, другие летят поодиночке. Сергей, например, хочет наблюдать за мировым хоккеем, биатлоном и фигурным катанием со своей роднёй. Говорит, что ограничения у сборной на форму и российский флаг ничуть не испортили настрой на поездку. Неважно, под кем флагом, мы и так знаем, что они из России. Им побед, а мы будем болеть за них с всей душой. Кричать, мы флаги купили, транспорт, все у нас есть, мы готовы к компании. Путевку на зимнюю Олимпиаду Сергей купил напрямую через официальный сайт. Говорит, что цены невысокие. Так, билет на хоккей в перерасчете на наши деньги стоил полторы тысячи рублей. Но это, что касается спорта. В целом, вся поездка с проживанием обойдется минимум в 70 тысяч рублей. Конечно, дешевле, чем путь в Сочи в 2014, но все же сумма доступная отнюдь не каждому. Стоит отметить, что многие любят в таких случаях совмещать приятное с полезным. Можно одну часть поездки посвятить Олимпиаде, другую – досугу. Например, посетить те же горнолыжные курорты или живописные места заснеженной Кореи. Сюда же можно добавить и медицинский туризм, которым так славится соседняя Азия. Напомню, что сами зимние Олимпийские игры будут идти вплоть до 25 февраля. За это время спортсмены из 92 стран мира разыграют комплекты наград в 15 дисциплинах. Максим Яковлев, Александр Бартовщук. Новости на 8.